что ж предыдущих видео рассмотрели описательную статистику сначала для количественных переменных потом для номинальной переменной пришло время перейти к решению непосредственной задачи поиску связи между этими переменными но сначала я обещал показать как будет выглядеть и 100 грамма для номинальной переменной с минимальной неоднородностью это гистограмма с максимальной неоднородностью из прошлого видео максимальная однородность возможно когда какая-то одна категория встречается почти всегда остальные категории почти не встречаются в оригинальной таблице и на оригинальном графике доминирует столбик people and blocks поэтому логично смоделировать данные чтобы people and blocks съела все остальные категории то есть выбрала в себя почти все остальные видео чтобы people and blocks встречался не 380 раз от 1000 с лишним раз всего в моей совокупности тысяча сто два видео поэтому логично чтобы почти все видео оказались в категории people and blocks в моделируемой ситуации а все остальные категории встречались по одному разу плохо их будет занулять потому что иначе они станут пропусками миссингами поэтому по одному видео в каждой из остальных категорий я оставлю как это сделать снова смотрю сколько у меня объектов столбце n исходной таблицы и сколько строк 1102 объекта 15 строк значит чтобы в 14 строках оказалось по одному видео строке people and blocks должно оказаться 1102 минус 14 как это сделать я записываю свою рабочую таблицу фректа и был альфа столбик n единицы то есть во всех строчках столбик n окажутся единицы вывожу вот все единицы теперь надо сделать чтобы в этой строчке стояло число равное 1102 минус 14 попробую это сделать при помощи индексирования я индексирую эту таблицу с которой работаю фректа и был альфа столбик n строка people and blocks равняются равняется фректа и был альфа то есть сколько у меня видео в исходной таблице 1102 минус количество строк минус 1 то есть 14 1102 минус 14 но пандас не любит такое индексирование когда после индексирования происходит записывание в соответствующую ячейку ему не нравится когда в ячейку н и people and blocks таким образом записывается что-либо ему больше нравится вот такая запись немножко другой способ индексирования таблицы при помощи атрибута лог снова указываю название таблицы в которой хочу записать вот это число индексирую и таким образом . lock в квадратных скобочках указываю сначала номер строки в данном случае название строки и через запятую название столбца видите порядок поменялся было сначала название столбца потом номер или название строки а теперь сначала номер или название строки и через запятую название столбца причем все это в одной паре квадратных скобочек одна пара здесь было две пары А здесь одна пара. И теперь пандас не ругается и записал в эту самую ячейку и plant-блок в столбце n то число, которое рассчитывается как 1102 минус 14. Пожалуйста. И теперь эту таблицу я помещаю в уже привычный вам интерфейс matplot-lib. Пожалуйста. Один столбик доминирует, все остальные столбцы не видны, потому что по одному наблюдению в каждом столбце. Это и есть ситуация максимальной однородности по номинальной переменной. Для такой ситуации энтропийный коэффициент вариации и коэффициент кальчинной вариации были бы равны примерно нулю. Напомню. Вот они, энтропийный коэффициент кальчинной вариации и коэффициент кальчинной вариации. Для оригинальных данных они очень большие. Для смоделированных сейчас мною данных они были бы очень маленькие, потому что неоднородности в этой ситуации почти нет. Идем дальше. К основной теме этого видео. У меня три количественных переменных. Можно их рассматривать по отдельности, но есть такой критерий, критерий вовлеченности. Он считается как сумма лайков, дизлайков и комментариев, деленная на количество просмотров. Но дело в том, чтобы считать такую интегральную переменную, предпочтительно убедиться, что переменные в числителе не имеют отрицательной связи между собой. Потому что иначе они будут друг друга уничтожать, если окажется, что, например, лайки и дизлайки отрицательно связаны между собой. А это вполне можно предположить, что они отрицательно связаны между собой. Поэтому надо проверить, как они на самом деле связаны между собой. Но дело в том, что поиск связи тоже зависит от типа шкалы переменной. Обратимся снова к шпаргалкам. Здесь кажется, что все очень просто. Но на самом деле не очень просто, но для количественных переменных просто. Если переменные и количественные, к ним применимы любые методы парной связи. И коэффициент корреляции Пирсона. И с Пирманом. И критерий хи-квадрат. Для хи-квадрата, правда, надо произвести дополнительные действия. Но сейчас я не буду его использовать, потому что он даже не показывает силу и направление. Меня интересует метод, который показывает направление. И самый простой метод – это коэффициент корреляции Пирсона. Показывает линейную связь. Показывает ее силу. Показывает ее направление. Прямая она или обратная. Если плюс, значит прямая. Значит, с увеличением одной переменной растет другая переменная. Если минус, значит обратная. С увеличением одной переменной падает другая переменная. вот этот коэффициент я и выберу обращаясь к пакету рандан на этот раз к папке beware it associations это логично парные ассоциации парные связи я могут удалить так нажать tab посмотреть что не подсказывает джипитер ноутбук о первым вариантом идет билет с и шишинс явно не кластерин наверное не компейсом не среди статистикс я уже видел явно не что-то дальше вот билет с и шишинс то что надо дальше я написал импорт точнее написал м и дальше мне опять же подсказывает джипитер что можно написать импорт да пожалуй если вообще забыл все команды пробел снова tab что он мне предлагает посмотрите correlation похоже то что нужно импортируем correlation correlation это класс методов потому что большой букв обращаюсь к нему и записываю результат в объект под названием корр я думаю понятно почему корр потому что correlation можно по-другому назвать по умолчанию здесь посчитается как раз коэффициент корреляции пирсона можно его поменять вот показано как или можно опять же запросить подсказку пожалуйста или опять же перейти на страницу этого пакета ссылка на страницу будет в описании результат таблица с корреляциями лайки коррелируют с дизлайками положительно смотрите положительно коррелируют причем корреляции выше средней ноль шестьдесят два положительной корреляции изменяется от нуля до плюс единицы у меня ноль шестьдесят два больше средней еще сильнее корреляции с комментариями надо убедиться что в генеральной совокупности корреляция тоже есть то есть убедиться в значимости этой корреляции при помощи пива или следующая строчка пивальню меньше пяти сотых меньше пяти сотых значит я могу быть уверенным своих выводах на 95 процентов он даже и больше но обычно берут порог 95 процентов единицы минус 0 95 5 сотых единицы минус пять сотых но 95 количество видео анализируемых 1028 а было 1102 куда делись оказалось что некоторые видео не имеют лайков дизлайков комментариев вообще ничего не указано на сервере ютьюба то есть вместо лайков дизлайков и комментариев пропуске поэтому не 1102 видео всего 1028 мог лайки связаны с дизлайками с комментариями а что насчет связи дизлайков и комментариев между собой вот дизлайки с комментариями они не связаны significance больше пяти сотых 0 276 это больше пяти сотых другими словами больше пяти процентов значит с уверенностью 95 процентов я говорю что для генеральной совокупности эта корреляция равна нулю не актуально снизу есть дополнительные подписи которые помогают сориентироваться если табличка большая указана максимальная минимальная корреляции также бывает удобно вывести только уникальные значения коэффициентам потому что видите здесь происходит дублирование лайки с дизлайками дизлайки с лайками дублирование в два раза больше информации чем нужно поэтому иногда бывает удобно применить метод sort correlations и этот метод позволяет вывести только уникальные коэффициенты пожалуйста дизлайки связаны с комментариями но это не точно то что пиво или 0 276 то есть практически не связаны в генеральной совокупности лайки связаны с дизлайками и лайки связаны с комментариями вся та же самая информация которая была здесь только в компактном виде как еще раз получить применить метод sort correlation к объекту корр этот объект корр был здесь получен теперь я к нему применил sort correlations мог бы назвать его по-другому например correlation тогда бы я здесь написал correlation числа это хорошо но еще лучше и числые графики выведу графическое представление связи снова обращаюсь к мат под либо он у меня уже импортирован под именем plt размер фигуры и метод scatter я уже использовал метод hist метод bar метод бокс плот а вот это минут скеттер он позволяет расположить две переменные на одном графике по оси x и по оси y я указываю что располагается по оси x что располагается по оси y каким образом я это указываю сначала в методе scatter сначала идет аргумент что должно расположиться по оси x потом аргумент что должно расположиться по оси y что это за объект вар такой объект вар это объект где я записал название интересующих перемен сначала я хочу посмотреть как выглядит связь лайков и дизлайков не записал виде списка в объект вар и вот теперь обращаюсь первый элемент из объекта вар второй элемент из объекта вар их достаю 1 бегать statistics точка лайкаунт и беру пожалуйста беру данные из это фрейма под именем беру столбец лайкаунт из датафрейма дэйта а здесь беру столбец статистик с точка дизлайкаунт из датафрейма дэйта первый аргумент второй аргумент то что пойдет на x то что пойдет на y и подписи косям x и y то же самое беру объект вар извлекая первый элемент при этом еще делаю сплит по точке чтобы достать только вот эту часть при помощи такого индексирования после сплита я достаю именно эту часть и на оси y располагаю содержимое второго элемента внутри вар то есть вот этого разбитого по точке и взятой и взятой второй части вот и получается лайком дизлайкаунт знать что я вам скажу на графике связь не такая уж очевидная связь во многом обусловлено наличием от этого выброса без него и скорее всего связь была бы слабее это то самое видео с огромным количеством дизлайков но при этом и огромным количеством лайков как оказалось вот если это видео убрать ситуация менять связь станет слабее скорее всего можете проверить найти это видео удалить его из базы и пересчитать связь но самое главное что связь все равно не станет отрицательной это самое важное для того чтобы дальнейшем эти переменные суммировать дальше делаю то же самое только для переменных лайк и коммент беру снова весь этот скрипт и меняю только вторую интересующую переменную автоматически 10 заменять вот здесь связь гораздо больше похоже на связь вот на главной диагонали расположен точке да конечно не везде особенно вот эта точка все портит это та самая точка которая здесь помогала связи а здесь она мешает связи скорее всего если убрать из анализа этот выброс то связь между лайками и комментариями станет сильнее можете проверить то есть здесь это видео мешает связи на мой взгляд а здесь видите это видео помогает связи потому что лежит на главной диагонали самая сильная связь это когда точки лежат на главной диагонали и наконец связь между дизлайками и комментариями которые фактически нулевая как она выглядит на главной диагонали ничего не лежит даже близко ничего не движет даже выбросы не помогают я убедился что среди трех переменных которые составят числитель новой переменной вовлеченность нет тех которые отрицательно коррелируют это главное созданию переменную вовлеченность сначала я числитель создаю очень просто его создать я называю новый столбик в имеющемся дата фрейме он уже есть он был в прошлых видео посмотрите называю его инвалман точка номинейтер тушь числитель номинейтер и рассчитываю его при помощи формула беру столбец лайк каунт прибавляю из лайк каунт прибавляю коммент каунт чтобы было красивее я столбик записал чтобы можно было записать в столбик я оставил слэш иначе не поймет поэтому что это все одно выражение слэш использую и дальше вывожу что получилось сразу увожу четыре столбика чтобы можно было посмотреть и убедиться в правильности расчетов вывожу посмотрите все правильно вот числитель который является суммой вот этих трех столбцов все правильно теперь заканчиваю создание переменную вовлеченность или или involvement создаю столбик под названием involvement там был involvement . номинатора здесь просто involvement в том же самом дата фрейме создаю последующие формуле числитель то есть involvement номинейтер я делю на view каунт и снова вывожу чтобы можно было сравнить пять столбцов involvement и те столбцы из которых он сложился пожалуйста вот сам involvement вот например высокий уровень увлеченности все остальные видео которые видны имеют гораздо ниже уровень увлеченности я сейчас уже практически начал описывать эту переменную новую конечно не жена вас не познакомиться ее создал надо с ней познакомиться как мы знакомимся при помощи писательной статистики делаю все то же самое что в чанке 4 обращаюсь классу скейл статистикс я его уже импортировал раньше в позапрошлом видео создаю новый объект асс потому что их statistics под два аргумента обязательных а можно и проще сделать почти то же самое что в чанке 4 только обратиться сразу к столбцу к одному столбцу нижний час один столбец для писательной статистики подготовлен involvement я хочу с ним познакомиться поэтому я могу сразу указать что мне нужен только один столбик в дата фрейме использовать фактически как один аргумент результат будет тот же самый здесь сначала указываю имя дата фрейма потом указываю столбик а могу указать просто сам столбик в дата фрейме конкретном то есть не имя столбика как здесь отдельный дата фрейм отдельное имя столбика а сразу столбик такого-то дата фрейма что у меня получилось 1021 видео мода 0 то есть самое часто встречающие значение это 0 вовлеченность 0 аудитория вообще не восприняла видео уточнее видео не сподвигла аудиторию никаким действием медиана чуть повыше средний еще повыше и посмотрите нормированный in the quote range уже не такой уж и маленький он конечно гораздо ниже середины гораздо ниже 0 5 раз ниже 50 процентов но уже 10 процентов кое-что разброс появился неоднородность появилась а максимальная вовлеченность посмотрите 0 57 то есть моей совокупности есть некоторые видео на которые аудитория очень активно реагирует посмотрю на графическое представление этой переменной использую код который уже использовал в чанке 5 пишу почти потому что здесь я уже не использую сплит раньше использовал вар . сплит для того чтобы разделить статистик с . view count и брал только view count статистик убирал здесь у меня нету слова только statistics нету точки поэтому мне не нужен сплит поэтому просто обращаюсь к вам здесь 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 другими словами я взял код щенка 5 видите сколько я уже написал для трех видео вот например чанка из группы 5 я взял и просто убрал вот эту часть относящуюся к сплиту то же самое здесь остальное осталось и вот гистограмма она снова смещена в область низких значений но согласитесь по сравнению с теми гистограммами которые были для исходных количественных переменных здесь уже проглядывают вот эти столбики а там был только один столбик доминирующие все остальные столбики были почти незаметны и бокс плод смотрите на него бокс теперь уже тоже вполне заметен он конечно смещен в область низких значений но он заметен именно поэтому и так вот а раньше нормированной уже десять процентов они 0 процентов как было раньше теперь при помощи того же кода который я использовал для количественных переменных исходных я выведу наиболее типичные видео то есть и видео которые соответствуют медиане влеченность на уровне 0,035 таких видео здесь два посмотрите они оба называются очень похожи раздельный сбор мусора в челябинской области раздельный сбор мусора в саранске но здесь большими буквами поэтому я возьму айди этого видео копируем и иду в браузер вставляю запускаю это видео посмотрели 948 человек при этом здесь 21 лайк один дизлайк и один с комментарием вот это типичная ситуация с точки зрения вовлеченности что любопытно получается примерно на тысячу просмотров 20 реакции в виде лайков дизлайков и примерно 10 комментариев той сумме примерно 30 реакций вот и получается значение 0,03 3 процента вовлеченность 3 зрителя из 100 как-то отреагировали в следующем видео узнаем есть ли связь между категорией которая появится видео и вовлеченностью а и и и и